Дагестан В начале 2013 года Дагестан по оценкам специалистов был самым кризисным регионом не только в Российской Федерации, но даже в мире. Сегодня Дагестан по темпам промышленного развития на первом месте в Российской Федерации. Такие показатели, как в Дагестане? В России больше нигде. И если мы посмотрим, как развивалась экономика Дагестана, это не было развития, как в Красноярском крае, там несколько супергигантов, которые добывают сырье и куда-то его продают. В Дагестане ничего подобного. Это не сырьевая экономика, не прежде всего экономика, основанная на небольшом бизнесе. В прошлом году вообще какой-то фантастический прирост промышленного производства по официальным данным. Почти 40%. 40% в прошлый год, о нынешнем сейчас будем говорить прирост. Эти факты звучат сегодня в новостях. Мы вообще знаем, что первое место по темпам развития занимает кто? Дагестан. Дагестан был реально индустриальным сердцем Кавказа. Всегда был. Там была создана огромная промышленная база. Город Махачкала был назван в честь революционера. Это была огромная промышленная республика. Эта промышленность рухнула вся, но остались представления о том, что ее можно восстановить. Тут, конечно, Андрей Викторович, многие скажут, и определенная доля истины здесь есть, что исходный уровень, к сожалению, низкий. Но, тем не менее, налицо очевидный перелом тенденции вообще к деградации экономики. Которая была, да. К консолидации людей вокруг лидера. Такое серьезное очень изменение общей атмосферы. Ты помнишь лица людей в Дагестане? Десятый год, одиннадцатый год, двенадцатый год. Просто лица людей. Да, это был. Картина какого-то всеобщего, даже не отчаяния, не одиночества, а вот картина уныния. У меня мама, когда случайно узнала о том, что я прилетел в Дагестан, позвонила мне в слезах, опасаясь, что ту же секунду взорвут. В Европе есть еще вот такие цифры. Прирост темпов, еще раз скажем, 36,3% за шестнадцатый год. Сельское хозяйство, прирост 4,7%. Инвестиции в основной капитал 0,8%. Выполнение работ по виду деятельности строительства, официальную справку, цитирую, 4%. Ввод жилых домов год только лишь. Прирост 1,9%, оборот розничной торговли почти 2%, реальные денежные доходы поднялись на 3,5%. Нет, это очень впечатляющие показатели. Я согласен с вами, что, наверное, и наши средства массовой информации не оправданно мало внимания для такой многонациональной страны, как наша, уделяется всему этому комплексу вопросов. Гордится, разве честно? Строительство завода по производству напольной плитки керамического гранита. Создание авиамеханического завода в Каспийске. Завод металлоконструкции. Новая высокотехнологичная автоматизированная линия «Электротекс». Дагестан демонстрирует рекордные темпы роста дольше, чем любой другой регион Российской Федерации. А он действительно демонстрирует рекордные темпы роста. Буйнахский цементный завод, Каспийский завод листового стекла. Список можно до утра продлить. Но ведь это все не просто рабочие места и огромные деньги, которые вложены. Это же еще и талант директоров, рабочих коллективов. Они все успешно работают. Андрей Викторович, вам лучше меня значительно известна ситуация. В средствах массовой информации, увы. Я ощущал эти проблемы, когда мне довелось быть вице-президентом Академии наук. Там же есть и крупный научный центр дагестанский. Когда шел захват территории медицинского центра, а он там прямо на Каспийском море расположен. Просто строили без всяких разрешений. Всю территорию прибрежную застраивали вилами местные начальники и так далее. И имена начальников были известны? Да, наверное. И никто по рукам дать не мог? Конечно, то, что происходит в последние годы с приходом Рамазана Гаджимурадовича, это, конечно, производит очень сильное впечатление. Знаешь, я не знал, что в те годы можно было руководить районом в Дагестане. Главе района, допустим, из Дюбая. Раньше главы администрации, многие у нас в Дагестане, не жили в своих районах. Числились главами администрации, они могли жить в Москве, в Дубае. Именно жить, не отдыхать, а жить? Почти постоянно. То есть как глава района? Там глава муниципального образования. Назначался им глава администрации, он реальную работу выполнял, а сам глава муниципального образования за гонораром приезжал несколько раз в год. У нас были главы после прихода Абдулла Типова, которых с чемоданом денег ловили на границе, которые убегали из Дагестана в предчувствии скорой расплаты. С чемоданами денег на границе. Это из сводки МВД, это я не фантазирую. Потенциал туристического Дагестана колоссален, но отсутствие безопасности убивало внутренний туризм. Сейчас, когда риски туристических актов и в целом криминальная обстановка в республике существенно улучшилась, туристический потенциал Дербянта в принципе недооценен. Один из возможных факторов, который сильно отличает Дагестан даже от других кавказских республик, его многонациональность, это сильное препятствие для создания монополий в экономике. Люди из разных этнических групп конкурируют между собой в сфере экономической жизни, и попытка установить монопольный контроль над какой-то сферой деятельности в такой экономике будет означать и доминирование какой-то этнической группы над другими. Что в Дагестане просто неприемлемо. Рула-Типа пришел в Дагестан в самое сложное время, в республике был хаос. Никакой бизнес, никакие предприниматели в Дагестан не пришли. Бизнес кошмарили, и многие-многие дагестанцы покидали республику, потому что ситуация была очень сложной. Все карьеры, которые работали на территории республики Дагестан, они работали незаконно, они не имели лицензии, они не были зарегистрированы. Все карьеры, все как один? Практически. Это все побережье Каспийского моря, 560 километров. А сколько же было таких карьеров? Около 200 карьеров. Когда рухнула советская власть, произошло всеобщее дичание. И многие территории, далеко не только Северный Кавказ, рухнули в феодализм. Когда у нас пошла реклама, отдыхайте на курортах Северного Кавказа. У довольно заметной части москвичей, москвичей я подчеркну, люди просто добавляли на кирпичных заводах Махачкалы. Не в каких-то глухих аулах, а в самой Махачкале стояли кирпичные заводы, и было известно, что там работают рабы. В Дагестане, если вы украдете человека, могут приехать родственники, начать разбираться. Если родственники приезжают из какого-нибудь Курской области, то они могли там же и остаться, на том же заводе. Добывали песок, шебень, камень. И никаких налогов не платили? И никаких налогов не платили. После этого мы всех зарегистрировали в налоговую инспекцию, выдали лицензии. Слушайте, это мафия была, как вы сейчас оцениваете? Практически да. А сегодня мы там установили кассовые аппараты, выдаются чеки, подключили правоохранительные органы. Сколько же свалок вы ликвидировали? Мы 200 с лишним свалок ликвидировали. Во всех городах горели свалки. А это ведь отравляло людей. Махачкалинскую свалку назвали вечным огнем. Она горела более 20 лет. Каспийская свалка. Самолеты не могли приземлиться. Из-за дыма. Тысячи птиц. Это опасность для самолета. Мы потушили все свалки. Начали устанавливать линии по переработке мусора. После того, как ситуация успокоилась, мы привлекли туда бизнес. Построили завод по переработке автопокрышек. Поэтому даже в этой ситуации пришлось принимать очень серьезные меры. Совершенно было очевидно, что в Дагестане всем управляет мафия. Всем? Всем абсолютно? Абсолютно всем. Республика-то большая. В Кавказе это самая большая. Люди загнаны в страхе. Несколько миллионов человек. 21 век. Это называется административный феодализм. Когда должность – это не место работы, а форма собственности. Онкология росла как на дрожжах. Окна не могли люди открывать у себя дома в зависимости от розы ветров. Это на Кавказе. Дети дышать не могли. Первое место в стране по темпам промышленного развития. Дагестан опередил промышленные районы России. Ура! Города-миллионники по темпам развития. Она была нулевая. Пять лет назад. Дагестан стоял. Нулевое развитие? Практически. Ни один заложен. Сейчас первое место, а то было 80 какое-то. За 80. В самом конце первое место занимали. Прекратили проблотипы, вырубку парков, скверов, где строили дома. А строили везде? Везде. А дышать-то чем? Как можно деревья вырубать полностью? Рамазан Гаджибурадич экологии уделяет огромное внимание. Мы садились в автобусы. С нами Санепиднадзор, Природнадзор, Ростелхознадзор. И проезжали от границы до границы. И каждую территорию, чтобы порядок наводил. Вот таким образом он с мусором занимался. Сам. У меня вопрос, что до Абдулатипова никто мусор не видел? Видишь ли, Андрюша, когда я сейчас посмотрел фильм, я в шоке. Потому что вчера я посмотрел интернет. Там я тоже был в шоке. Потому что я увидел, что позицию по Дагестану захватила мафия. Абсолютно верно. И она продуцирует эту идею, чтобы его убрать. А ведь это действительно сказочные места. Причем недалеко от Европы. Было совершенно очевидно, что кто-то работает над тем, чтобы наши люди... Где поток переадресовать в Турцию. Где потоки денежные не уходили бы за рубеж, а оставались бы здесь. А мне только сейчас пришло в голову, что действительно Дагестан сжигает не только свой мусор, но и из соседних регионов везли. Ну, конечно. Кому-то было важно, чтобы свалок было больше. Люди отдыхали бы на Кавказе меньше. В Турцию потоком. Как интересно все устроено. Счастье в том, что Рамазан это не просто знает по рассказам каким-то, он это знает по жизни. И поэтому он хорошо знает, что надо делать. Я никогда не слышал, чтобы глава района руководил районом из Дубаев. А приезжал только за гонораром. Бывал, бывал. В Дагестане бывал. А случится что-то? Москва вмешается наконец. Понимаете, народ уже был приучен к тому, что главы района по полгода не появлялись. Я видел не один внутренний квартальчик, огороженный со всех сторон забором, в разных районах Дагестана, где жила элита района. И куда простые смертные просто так не заходили. В 2013 году уголовное дело было возбуждено на одного из глав районных. Но возбудили не в самой республике, не в Дагестане, а в прокуратуре Северо-Кавказского федерального округа. В самой республике не решились. Экстерриториальность свойственна была для всех очень громких дел. Когда Кумарина арестовывали в Петербурге. В ночной губернатор Петербурга. Приезжали тоже из Москвы. И секретность была. Я бы сравнил. Войсковая операция. С секретностью ареста Амирова. Когда тот же 2013 год пришел Абдул Атипов, возбудили уголовное дело. Все-таки возбудили на главу Каспийска. Но через суд несколько раз в Каспийске адвокаты главы города отменяли это постановление о возбуждении. То есть пока Москва не вмешалась. Я думаю, что подобные истории были на всей территории нашей страны. 17 глав районных получили уголовные дела. Начиная с 2013 года. 17. Такой коррупции нет. Настолько пронизавшей все эшелоны власти, скорее всего, нет. Но опять же, это вопрос не самой коррупции. Она же появляется не сама по себе. Это вопрос паралича власти. Когда пришел Абдул Атипов, исчезли теракты. Исчезли убийства. Политические убийства. Я живу на пересечении трех наших главных проспектов в Махачкале. И каждый день были слышны перестрелки. Время отремени взрывы. Ну, конечно, это сказывалось на всем. Это же большое дело, чтобы вот этот страх, который был заложен вот здесь, люди, чтобы почувствовали свободу. 200 свалок получается на каждые сколько же квадратных километров одна свалка? Давайте посчитаем. Махачкалинская свалка занимает около 10 гектаров. Каспийская свалка занимает около 10 гектаров. Десятки таких свалок было, которые мы ликвидировали и в Махачкале, и в Каспийске. Сколько денег потратила республика на ликвидацию? Бюджетных денег мы не потратили ни одной копеек. Все сделали за счет бизнеса. А трудно было найти инвесторов? Очень было сложно, потому что бизнес не верил. Какие гарантии давал Абдул Атипов? Абдул Атипов давал личные гарантии. Вы заходите, мы создаем для вас все условия, никто вас терроризировать не будет, работайте спокойно. Гарантия президента. Имея 560 километров побережья Каспийского моря, все озера, которые проходят по побережью и которые находятся в центре города Махачкалы, Каспийска и других городов, все озера были распроданы. Эти озера начали высушивать и там началось строительство высокоэтажных домов. Бизнес на любое пойдет, лишь бы только иметь лишнюю копейку. Но прокуратура ведь это все не могла не видеть. То есть получается, что прокуратура, республиканская, городская, районная, любая, вся система, их просто не было, законов не было. Это наша огромная беда и проблема, что у нас такие правоохранительные системы. Если бы они жили по конституции и закону, не оглядываясь в сторону, у нас было бы значительно больше порядка. Вопрос безопасности является фундаментальным вопросом для спокойствия, благополучия и счастья матерей. Если она знает, что жизнь детей в безопасности для людей – это огромное счастье. Если она знает, что у ее детей есть будущее, она будет счастливой. Все зависит от человека, который слушает и что он хочет, слышит. Верит ли? Вот по лицам. Откровенный разговор. Не верить невозможно, потому что то, что он говорит, он притворяет в жизни. Почему нет молодежных инициатив? Почему нет конкурс молодежных инициатив? Я готов определить гранты для той молодежи, которая живет в городе, но хочет посадить картошку на огороде своего предка там в горах где-нибудь. Определите им гранты, потому что нужно возвращаться к этим истокам. Прежде всего он выступает как человек, который пришел на свою родную землю и который реально хочет что-то изменить в этой республике. Вот этот посыл я чувствую всегда. Мы должны развиваться дальше как самостоятельные культуры, самостоятельные языки, самостоятельные народы, но при этом мы должны быть гражданами единого отечества России. Он очень неравнодушный человек. Он очень точно чувствует пульс страны, людей. Нам повезло, что мы являемся современниками этого удивительного человека. Все, что было вокруг, земля продали, потом перешли к озерам, к лесам. И вот в центре города Махачкалы два озера. Если бы не политическая воля Рамазана Гаджимурадыча, оба озера было бы высушено. При прежнем мэрии было распродано все? Абсолютно. Из 200 гектаров озера Агель 100 гектаров было уже продано, засыпано, застроено. То же самое было и грозивое озеро. Ни одного уголовного дела не было. То есть природоохранная прокуратура фактически не существовала? Уверяю вас, пришел бы другой человек, вот то, что сегодня в Дагестане есть, то, что народ почувствовал, что есть правильная власть, вот этого не было бы, уверяю вас. Из-за этого исчезла рыба в Каспийском море, не работал рыбный порт, многие предприятия были закрыты рыбные. Рыба ушла? Из-за экологии. Из-за всех этих карьеров? Из-за карьеров, из-за того, что засыпали озера и реки. Ситуация была с мусором, весь мусор шел в эти озера, реки, моря. Мы сейчас озеро Агель восстанавливаем за счет федеральной целевой программы экологическая реабилитация, и вокруг этого озера создаем парковую зону с велосипедными дорожками, беговыми дорожками, прогулочными дорожками, парковыми территориями, детскими площадками. А рыба стала возвращаться в Каспийское море? А сетр возвращается, свои выращиваем, выпускаем Каспийское море. Выпускаем около двух миллионов сейчас. Это естественным путем. А фактически, как только мы сейчас завершаем восстановление наших озер, мы будем выпускать разные виды рыбы, до миллиарда моряков в Каспийское море. До миллиарда? До миллиарда моряков, да. Рыбные хозяйства, они оставались от советских времен, но они такие были вялые, а самого развития не было. А вы про Каспийскую флотилию слышали? У нас в Российской Федерации есть мощная Каспийская флотилия. Она базировалась в Дагестане, и она базировалась в Астрахани. Вот часть Каспийской флотилии, которая сохранилась в 90-е годы, она сохранилась потому, что она охраняла браконьеров. И браконьеров в отсутствии российского государства. Они были заинтересованы в этих кораблях. Платили деньги на содержание кораблей, на моряков. А так бы корабли погибли. А так бы все погибло. В рамках одного уголовного дела сейчас проводится расследование обнаружили свои корабли, которые прекрасно, оказывается, работают в Приморье. Три корабля работают на Дальневосточной аэропе. Как они сказали, что в Приморье-то увели корабли? Ну, видимо, есть морской путь. Сейчас в рамках одного уголовного дела вокруг искусственно обанкроченного предприятия Порт-Петровск. Искусственно обанкроченного? Искусственно. Преступно обанкроченный? Более того, в результате вот этого действия 5500 человек остались выброшенными. Просто-напросто на улице остались эти люди. Более 5500 человек. И какую рыбу вы выращиваете в озерах? В озерах мы выращиваем карп, белый амур, толстолобик. Сейчас мы начали выращивать форель. Недавно Рамазан Гаджимурадич сделал облет. Азербайджанские границы облетел все озера. Проземлился на острове Чечень. На очень крупном широкольском рыбкомбинате. И остался доволен той работой, которую мы проводим. Пускай будет рыбокомбинат, или рыбный колхоз, или рыбная бригада, или рыбный кооператив. И чтобы здоровые мужики, которые здесь есть, чтобы они зарабатывали. Чтобы здесь выгодно было жить на этом острове. Нельзя этот остров бросать. Надо создавать кооператив. И помогать людям в создании. Министры российского хозяйства. Берите вместе с вице-примерами, езжайте сюда и создайте здесь кооператив в течение месяца-двух. Чем он рисковал? Всем. Он и сейчас рискует. Я удивился ему. Инна, супруга, каждый день готовила обед и возила ему на работу. Я поинтересовался, почему. А, говорит, несколько моментов было, когда его пытались отравить. Пытались устроить аварии с автомобилем. То есть охота за ним идет до сих пор. Около 20 тысяч гектаров прудов мы собираемся запускать. Уже запустили 12 тысяч гектаров. Хотя ни одного гектара не было на территории запущено. До Абдулатипова. Сегодня 7 тысяч гектаров водохранилищ. Мы уже определили там рыбоводные участки по поручению. Рамазан Гаджи Мурача. Мы будем сейчас заниматься развитием форелеводства на территории Республики Дагестан. И самое интересное, знаете, что эти люди, которые покинули Дагестан, которые арестованы, народные деньги, которые они накопили, вот эти деньги работают сегодня против дагестанского народа и против Абдулатипова. Например, Платон. Ваши грузные машины, то, что они не согласны с ним все это дело. Система Платона. И там тоже отсюда управляясь. В Москве дагестанцы, которые во сне видят то, что они будут руководителем Республики, они снабжают этих людей. То есть хотят вернуться во власть обратно в Дагестан. У вас не снится. Это те люди, которые привыкли к кормушке, опять хотят возвратиться туда. Вернуться во власть. Еще одно доказательство того, кому реально принадлежала Россия в 90-е. А вот такую Россию взять в свои руки, давай задумаемся. Путин все знал о всех. Все наработки ФСБ, агентурные сведения. Кто как ворует, где деньги держит. Это были те куски границы, которые брались в аренду и делали все, что хотелось. Рамазана, я так могу говорить, потому что я его знаю давно. Это такой кремень, это человек-патриот, государственник. Человек, который родился вот именно в тот период, в какой он должен родиться. Ты спрашиваешь, почему об этом не знает страна. Не знаю, мне кажется, что об этом не очень широко писало в СМИ. А как это, когда все известно? Неинтересно, что ли? Путин действительно собирал власть. Осторожно, аккуратно, играя с теми же олигархами. И под колоссальным давлением. В этот период он успел приехать в Дагестан уже дважды. Это был 99-й год. Поход банд Басаева на Дагестан. Да, когда напал в Дагестан. Но ведь не думал Басаев, что весь Дагестан поднимется против них. Сколько людей было у Басаева? Сколько боевиков? Порядка 15 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих армейских, армейской школы. Еще порядка 13 тысяч гвардия, охрана. И около 30 тысяч подготовленных ополченцев. Это была немаленькая армия. С учетом того, что свыше 50 тысяч автоматов было захвачено. 54 танка. 4 пусковых установки Луна. Это целая армия. Дагестан исторически главным центром имел родину Шамиля. Когда Александр II рассказал Шамилю, что он собирается освободить крестьян, если бы я это знал, никакой войны не было. Потому что фактор превращения жителей Кавказа в крепостных, как произошло с Украиной при Екатерине. Второй был одним из решающих для того, чтобы они боролись. Они не хотели быть крепостными. Второй фактор для поведения Дагестана, как мне кажется, это его многонациональный характер. В отличие от мононациональной Чечни. Поэтому там, чтобы выработать общую точку зрения и общие позиции, необходимо демократическое государство. А Басаев, наоборот, вел весь Кавказ. А перспектива Басаева была установление диктатуры сильным элементом теологии. На всем Кавказе. Предположить, что эта перспектива воодушевляла 30-40 народов и народностей Дагестана, трудно. Но ведь весь Дагестан встал. Одна женщина сказала Путину, я не хочу, чтобы гибли. У нас в Дагестане русские ребята. Путин, дайте мне оружие. Я старый, я сама пойду защищать свой народ и свою республику. Это сказала женщина в Ботлихе. И после того, как Путин увидел, как дагестанцы держались, он сказал, до сих пор я уважал Дагестанцы, теперь я их люблю. Очень хочется по русской традиции поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Секундочку, секундочку, секундочку. Очень хочется выпить за здоровье раненых. И пожелать счастья всем, кто здесь находится. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи. Вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что планирует противник. И мы это с вами тоже знаем. Какие провокации ожидаются в ближайшее время, в каких районах и так далее. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, тогда получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту суперку поставить. Мы обязательно выпьем за ним. Обязательно. Но пить будем потом. Потом. Тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. Поэтому я предлагаю сейчас по походам перекусить и заработать. Рамазана Гаджимурадыча Абдулатипова на пост руководителя Дагестана мы обсуждали в августе 1997 года. А почему же не получилось тогда? Было очень жесткое противодействие мэра Махачкалы. Когда буквально ультиматумы ставились. Было это крайне непросто. Я неоднократно спрашивал руководство Дагестана, почему Абдулатипова так отталкивает от Дагестана. Почему его не берут в команду. В прежней войне, да? Да. Начиная с 90-х. Для меня это, с одной стороны, было загадкой. С другой стороны, я понимал, что есть какие-то силы, мафиозные силы, которым он не угоден. Вы знаете, когда поймали целую экспедицию, которую транспортировала из Дагестана 600 миллионов рублей в Москву, где правоохранными органами арестована вся группа более 20 человек. Гигантская сумма 600 миллионов. Откуда-то? А за последние годы... Начиная с 2000-х. ...более 100 миллиардов рублей отмыто через Дагестан. Он и начал с чиновников. По районам, по министерствам, ведомствам. Очень много людей, которые потеряли, откуда они кормились. То есть где-то 10-15, а то и больше миллиардов в год. Можно так разделить за последние десятилетия. Такие гигантские деньги. Да. Все обналичивалось и вывозилось. Через однодневки, через банки. Разумеется, вся банковская система и все правоохранительные органы. Мы об этом не могли не знать. До его прихода, это можно сказать, и милиционеры не ходили в форме. Боялись бакхабитов? Боялись. Боялись, конечно. До появления Абдулатипова, милиционеры... Все правоохранительные органы, они в основном ходили без формы. То есть столько было бакхабизма. С ним серьезно никто не боролись. А ведь понятно сейчас, да, что без поддержки Владимира Путина, личной поддержки, Рамазан Абдулатипов ничего бы сделать не мог. Да, не было бы, конечно, вот этой связки, не было бы прямого доверия Путина ему. Конечно, там все могло повернуться по-другому. Ведь не случайно президент его рекомендовал и его избрали. Он был министром, занимался как раз одной из тем национальные вопросы. Тема, которой не очень-то многие хотели заниматься. Был послом в Таджикистане. Кстати, я, когда он был послом, там с ним встречался. Он прирожденный и посол в том числе. Докторскую диссертацию он защищал в Ленинградском университете. Ну и сразу переходя на то, что это и ученые. Люди, которые находились в лесах, отправляли флешки. Если вы не будете платить такие-то деньги, значит, против вас будут применены такие-то меры. Взрывы, убийства, воровство ваших детей. То есть бандиты определенную сумму принесете в такое время по электронной почте, вымогали деньги. Это факты. А если денег не будет... Убывали. Ни один, ни два случая. Люди от одного траура до другого траура не успевали. С каких журналистов, из-за того, что они правда говорили, 16 журналистов были убиты. Рамазан сам из глубинки. Вы были в его ауле? Был. Приехали мы с Гарри туда. На его день рождения. Уже ночью встречал весь аул. А он всем говорит, вот, смотрите на них. Они, говорят, герои до нас доехали сюда. А Гарри стоит и говорит, нет, Рамазан, мы будем герои, если еще раз сюда приедем. Тяжело добирались. Когда мы подъезжали, водитель нам показывает наверх, говорит, вон звездочку, видите? Вот это вот аул, где живет Рамазан. Вообще жизнь аулов очень интересна. А я говорю, а как, если что-то вдруг случилось, как люди приходят на помощь? Они говорят, очень просто. Зажигается костер, и этот костер виден другим аулам, которые понимают, что нужна помощь. В этой книге впервые сказано, что мы единый дагестанский народ. Мы люди разных национальностей культур, но мы дагестанский народ. И вот эти выборы тоже нас должны сплачивать, как дагестанский народ. Только вместе мы можем достичь благополучия и перспектив. Мы встали на путь демократического развития. Мы стремимся к цивилизации. В этих условиях, в многонациональном государстве, Российской Федерации, нельзя оставлять напряжение у этих многонациональных народов. Мы уверены, что вы в Дагестан сделаете еще лучше, чем в Дагестане. Знаете, от одного взгляда, или неосторожно сказанного слова, очень многое зависит. Очень многое. Он положил жизнь на алтарь. А кто из нас положил? Самое главное для любого человека – это обеспечить преемственность следующему поколению. Мы не самое великое поколение, но мы не должны быть самое худшее поколение. Мы должны передавать вот это наследство следующим поколениям. Россия действительно досталась Путину. Как бы помягче сказать, развалит это очень мало. Мало очень говорить о том, что разрушено все было. А ложилось бы, конечно же, на кого? На тех, кто стоит у руля. Да, были тяжелые времена, была тяжелая обстановка. И сегодня мы работаем намного спокойнее. Вы главы региона? Да. А в то время мы работали 24 часа в сутки плюс ночи. Ты пришел 9 лет назад, было типов чуть позже. То есть работали круглые сутки. Я помню первый приезд Рамазана Гаджимураду в Сиросику Люку, когда он стал исполняющим обязанностей. Я у него должен учиться. Он мудрый, опытный, знающий вопрос. Я до сих пор привожу пример. Он учился у меня. Он не стеснялся учиться у меня. Он много вопросов задавал. Он много записывал. Начиная от плана работы, даже от тех же оперативных или других совещаний, взаимодействия с силовым блоком. Не от того, что он этого не знает, как он выражался, я вижу результаты работы. В Ингушетии, да. Но в нем волнение, ты чувствовал? Волнение я не чувствовал совершенно. То есть он спокойно, уверенно. Понимал, как он должен работать сам, но при этом хотел сопоставить работу в том числе мою, свою, и как-то скоординировать ее. Судетом моего опыта. Потому что, во-первых, я уже определенные пути, по которым он должен был пойти, уже прошел. Стабилизация обстановки и так далее, ряд вещей. И экономический рост. Но самое главное, я еще раз повторяю, для меня было удивительно, что он не стесняется учиться. Какой силой должен был обладать парень из небольшого горского аула, Насул Гамзатов, а до этого целый ряд наших поэтов, чтобы стать великими в стране Пушкина. Я давно его знаю, и он обладает уникальным умом и уникальным даром. Даром речи. Это демонстрация того разнообразия мнений, которые существуют в политической системе страны. А я узнал одну вещь, которая меня потрясла. Мы с ним были знакомы очень много лет, когда еще возглавляли культуру, институт здесь. Вкус, не допускавший пошлость, не допускавший маразма. Он просил приезжать с концертами, чтением классики, поэтической. Он любил очень стихи Александра Сергеевича, Лермонтова, Маяковского. Это поразительная вещь. И то, что сейчас возглавляет Дагестан, он наделяет громадное внимание культуре, это тоже одна из его величайших заслуг. Каждый большой аул в Дагестане рождал своего поэта. Они все известны. И Сулейман Стальский, и Чиказак, Амар Лабатирай, и Тимимин, и многие... Его слушают, ему внимают. Он, конечно, обладает уникальнейшим даром убеждения. Это талантливый человек, безусловно. Это человек знающий, это человек думающий. Социальное развитие на основе рыночных принципов. Чем лучше мы будем учиться, тем лучше мы будем жить. Потому что главным проектом для России, для Ингушетии, для Дагестана является образование. Хотя, честно говоря, мы в те годы были озабочены сепаратизмом, который начал развиваться, особенно на Кавказе. Тем, чтобы не проникло все, что было в Чечне, в Дагестан, потому что там проживало 90 тысяч чеченцев. Это были серьезные проблемы. Простой пример. Частота террористических актов. Количество людей в горах, в лесах. Мы всегда помним, что Дагестан был на порядок больше Чечни. Даже когда война только-только закончилась в Чечне, террористических актов в Дагестане, формально мирном, было сильно больше. У меня был разговор с молодой журналисткой дагестанской. Вот я даже знаю людей, которые ушли, имел в виду молодежь. Банды? Да. Банда кормила? Нет. Закоренелые руководители. И те, для кого банды – это бизнес. А едовые. Боевики? Да. А им было больше вот некуда. Только в банду? Да. Люди уходили в горы просто от отчаяния. Из хороших семей, из обеспеченных семей уходили в горы от отчаяния. В России до восстановления армии люди платили взятки, чтобы детей не брали в армию. А в Дагестане люди платили взятки, чтобы детей взяли в армию, потому что это был единственный способ вырваться из чудовищной нищеты и безысходности. Но их туда за взятки устраивали. Другого шанса в жизни не было, в то время, когда в армии реально нечего было есть солдат. Молодежь в Дагестане – это почти половина населения, даже не больше сегодня. То есть за миллион – все молодежь. Молодая республика. Один из самых молодых регионов Российской Федерации, одна из ключевых проблем, которая была в Дагестане – это отсутствие возможности молодежи учиться, переполненность школ, отсутствие программы занятости для молодежи, рабочих мест. Это сложно было назвать системой образования, потому что это был частью бизнеса. В прежние годы? Бизнес по продаже результатов ЕГЭ. Из всего делали бизнес даже в школе? Абсолютно. Сколько же стоило сдать ЕГЭ? Сдать ЕГЭ – один предмет ориентирован на 500 тысяч рублей. Это только ленивый не организовал сдачу ЕГЭ этим методом. А сколько же людей в банду уходили? Практически треть молодежи уже в раннем возрасте так или иначе с этим соприкасалась. Я даже получился 11 лет в школе, и потом у меня был институт. Молодежи никак не занимались. Но после прихода Абдула Типова, прежде всего, был все-дагестанский съезд молодежи. 13-й год, на котором закрепили основные положения. И то, что молодежь имеет право что-то менять в республике. Государству было нужно, чтобы не было второй Чечни в Дагестане. Просто закрыли глаза в федеральном центре на Дагестан. Мужики, вы живите как хотите, только чтобы не было второй Чеченской войны у вас. Более того, не только не было войны, а при наличии вашей лояльности, минимальной, дальше делайте, что хотите. То есть, если власть обещает, войны не будет, эта же власть может воровать как угодно, сколько угодно, долго, в любых объемах. Она и людей может воровать. Я не про деньги говорю. Почему мы здесь создали молодежный патрон, который будет проверять, как платятся заработные платы на предприятиях? Идет конвертка или отдельная? Наша мама говорила, когда мы возбушались по этому поводу, не делай ничего, чтобы люди поняли. Делай, чтобы Аллах принял. Это воздастся рано или поздно. Вот я прожил достаточно долгую жизнь, еще ни разу не было, чтобы где-нибудь не вылез, если я когда-то допустил нечестность или нечистая плотность. Через 30, 40, 50 лет это вылезало где-то. А если я делал добро, вел себя по-мужски, это мне приходило на помощь. Он спросил у молодежи, чего они хотят, чего им не хватает. На ту пору были отделы по делам молодежи, которые курировали в муниципалитетах деятельность молодежи. Они были как административные чиновники муниципального уровня. Но молодежи решили так, что нужны многофункциональные молодежные центры, чтобы создавать интересные площадки, на которых молодежь может себя проявлять в разных сферах. То есть нет какой-то бумажки, которая приходит сверху, и мы это мероприятие делаем. А сама молодежь говорит о своих желаниях и потребностях. Были организованы молодежные вот эти центры. Первое, что сделал Блатипов, он совершил действия по открытию власти молодежи. Провели мощное событие, стратегическую сессию, где министры вместе с молодежью обсуждали будущее Дагестана. Министры правительства, новые министры с ребятами. А как вы ребят на эту встречу отбирали? Это была открытая подача заявлений через интернет. От молодых, кто хочет прийти, и предложения. Сколько было таких желающих? Более тысячи, кто осмелился подать свои заявления, написать свои проекты. То есть ребята, больше тысячи, из горных аулов в том числе, захотели приехать в Махачкалу, чтобы разговаривать с властью лицом к лицу? Да. Молодежь хотела, чтобы на нее обратили внимание. То есть ребята вставали, нас есть, так и говорили президенту. Обратите на нас внимание. И кто-то даже говорил, дайте мне должность. Такие тоже были. Молодежь, это главное. Сегодня молодежи, это главное. Не только сегодня, и вчера. Но сегодня, особенно, молодежи, это главное. Умение найти применение молодежи, это рабочие места. Не такие, как мы себе представляем, заводы, фабрики, да? Ну, куда молодежь не совсем охотно хочет идти, работать на 15, даже на 20 тысяч рублей зарплату. Мне для них не деньги, это тяжело. Я недавно, когда мы открывали завод энергосберегающих ламп, сидит здоровый, крепкий парень, и собирает вот эту лампочку. Да, да. И я смотрю на него, и сам задаю вопрос, насколько тебя здесь хватит? Он улыбается, и мне говорит, ну, наверное, недолго. Вот эту нишу найти, как их поддержать, как им помочь? Но в банду уже никто не уходит, слава богу. К счастью, на порядок меньше, но, к сожалению, все-таки есть. То есть ИГИЛ может перекупить кого-то? Ну, не только ИГИЛ, мы должны это все учитывать и понимать. После этого был инициирован проект «Школа молодого управленца». Ребята, которые проходили весь курс обучения, начинали входить в резерв республики. И администрация главы или правительство отбирала тех ребят, которые себя хорошо проявили на этой площадке. Вообще-то сам аул решал, кто поедет на форум молодежи в Ахачкаву. Улица решала, кто пойдет. В каждом из муниципалитетов, в каждом из районов, городов были проведены конференции по выдвижению делегации. И молодые сами решали, кто поедет на встречу с руководством республики. Да, причем мы это все протоколировали. Это же по-честному все было. Все по-честному. Что нового на Кизлярском электромеханическом? Нового много. На последние три года мы освоили восемь изделий по импортозамещению, которые раньше выпускали в основном в Украине. На самолет ставили? Это катапультные устройства. Так быстро, за несколько лет, такие сложные вещи? И в 2016 году мы практически обеспечили выполнение плюс оборонзаказа. Сегодня три изделия мы поставляем в Египет. И параллельно с этим одно из изделий, это для КамАЗа. И все в лед уходит? И в Египет? КамАЗ особенно в лед уходит. Почему? Потому что Бош эти изделия продавал КамАЗу 5000 чем-то рублей, а мы продаем за 2000 рублей. Сколько молодых рабочих у вас в САХА? Из 2000 рабочих у нас где-то около 1000 человек до 30 лет. Почти половина? В 2016 год мы завершили средней зарплатой 24,5 тысячи рублей. Было в прошлом году 16, до этого было 14. А сейчас 24, то есть рост? 24,5 тысячи рублей. Молодежь охотно идет в САХА? Охотно идут, потому что мы смогли зашить своих средств за 300 единиц новое прогрессивное оборудование мы приобрели. И поэтому вот эта молодежь, там, где есть информационные технологии, они с охотой идут. В возрасте людям это не под силу даже. На сегодня, в связи с тем, что в Киздяре не было контингента, чтобы дополнительно там 670 человек мы в течение двух последних лет новых рабочих мест создали. Мы организовали в Каспийске, купили там заброшенный завод. На сегодня там создано 250 рабочих мест. Поэтому у нас есть свой учебно-технический центр. Обучаем, подготавливаем их. Значит, сложнейшие вещи. Они сложнейшие изделия. И качество даже в Египте, и другие страны покупают. Мы поставляем их даже в Китае. Китайцы покупают, потому что они не могут сами его делать. Дагестан приняло решение. Какое? Если Путин, лично Путин рекомендует Абдулла Типова, значит, не верить Путину, его советам. Вся обстановка, вся ситуация, а может быть и прямые разговоры друг с другом были, которые изделили. Убить-то могли в два счета. Это правда. В два счета Путин? Много было других факторов. Ведь его, Абдулла Типова, программа наведения порядка, она была известна и мэры, и не только мэры, другие чиновники, которые руководили районами из Дюбаев. Они же слышали, с чем приходит новый глава. К моменту, этот момент, они еще были охвачены высоким самомнением и глубокой уверенностью в своей гениальности. Он лидер. Причем интересно, что он был научным лидером для своих сверстников, для ребят моложе, и для людей, которые были гораздо старше его. У него было наплевать на звание, регалии. У него был гамбургский счет. И он по этому гамбургскому счету ценил людей и общался с ними. И большую часть времени, когда Дагестан быстро развивался, двигателем этого роста была не промышленность. Он развивался за счет инициативы населения, по сути дела, часто семейные фирмы. Возьмем знаменитый дагестанский обувной кластер. Ведь это же малый, в лучшем случае, средний бизнес, по сути, аналог цеховиков советской эпохи. Именно он развивал экономику Дагестана, тогда, когда эти большие промышленные предприятия возникать еще не могли, по разным причинам. Появление этих предприятий это новая тенденция. Это, скорее, следующая волна экономического роста. А возрождение древних ремесел, те же ковры, которые уникальные совершенно ковры, это дорогое производство? Да, дорогое, но пока тоже очень мало влияющее на общий рост экономики. Я думаю, что перспектива дальнейшего развития ремесел, которые действительно уникальны и могут очень сильно помочь дальнейшему развитию Дагестана, она тесно связана с развитием въездного туризма. Раньше у нас молочных продуктов не было. Своих собственных в Дагестане, в магазинах? Во сколько раз увеличилось? Минимум, наверное, 2-3 раза увеличилось производство молочных продуктов в магазинах. Кефир, творог? Молоко, потом сливочное масло прекрасное, не хуже, чем вологодское. Тоже раньше не было? Было, но не в таких объемах и не в таком ассортименте. Развитие агропровышленного комплекса является приоритетом для республики Дагестан. Мы связываем выход Дагестана на устойчивый рост и устойчивое развитие прежде всего через развитие сельскохозяйственного производства. И я прошу каждого министра, каждого главу района и села, каждого депутата записать для себя, что возрождение дагестанского села это и есть возрождение Дагестана. По прошлому году индекс производства 161 процентов. Это 2500 тонн только продукции аквакультуры. А парниковые культуры? Парниковая культура началась только три года тому назад. В 38 раз увеличение. В Дагестане развито мелкотоварное производство. Личные подсобные хозяйства, это кархистианское фермерское хозяйство. Крупных холдингов нет, потому что рельеф горная местность, предгорная местность, неизменности. А развиваться парниковым хозяйством это самое выгодно для Дагестана. Мы первые в стране начали реализовывать проектное управление. То есть планировать конкретно проектировать чего мы хотим добиться и так далее, и так далее. Вот как грибы сейчас выросли, это парники. За 16-е, начало 17-го года 70 гектаров парники построили. А полностью за 16-й год 180 гектаров построили. Помидоры, огурцы, перец выращивают, баклажаны выращивают. Сейчас сельском хозяйстве занято в процентном отношении, если взять, мы сравниваем в 10-е, 12-е годы. Сейчас 70-80 процентов занято сельском хозяйстве. Молодежь идет на поле? Работают. Многие работают. И зарабатывают хорошо? В сельском хозяйстве своя специфика есть. Вырастить урожай, продавать, ты никогда не остаешься в убытках. И себя кормишь, и еще себе зарабатываешь. И семью кормишь свою. Его экономическая публицистика очень интересна. Обычно публицистику читать экономическое интерес только в общее поле. А вот профессионалам не интересно. Он очень сложные вещи рассказывает удивительно просто. Да-да. И кроме того, есть масса болтунов. Ну, масса креста. Он абсолютно этим не заражен. В этом, поискать, потрясающий человек. у нас сильно развито рисоводство. Это мы на второе место занимаем в Российской Федерации по рису. Тут же забирать сирец в Краснодар, с Краснодара в Турцию. Но реки действительно полностью очищены экологически от мусора, от всего того дерьма, которое сваливалось. И реки были загажены, и вокруг дорог было, все, абсолютно мусором никто не занимался. Все-таки специально превращали Дагестан в свалку, чтобы люди не отдыхали на Кавказе в Турцию и ехали, как вам кажется. Еще раз скажу, до сегодняшнего разговора как-то не задумывался, как это выгодно на самом деле весь поток туристов из России не на Кавказ. И никто не видел, все глаза закрывались. В кавычках, да. И никто не был заинтересованный. Весь народ, у нас в Дагестане все знают, что и мусором боролся это Абдулла Типова. Мы завезли из Голландии, посадили на тысячу с лишним гектаров картофель. Хорошо приживали. Хороших сортов. Супер-современная технология, новые сажалки, растительный комплекс. Виды на урожай очень хорошие. Зерновые было в 2012 году. Средний урожай 17-18 центнеров. Сейчас средний урожай у нас 26 центнеров. Для Дагестана считается хорошее. У нас развит овцеводство, животноводство. Сколько сейчас овец? 5 миллионов 300. А при советской власти, интересно, сколько было голов? 3 миллиона 400 800. То есть сейчас почти в два раза больше, чем при советской власти. В лучшие коммунистические годы. Это один из направлений бизнеса. Шерсть сейчас начали покупать. По России мы на первом месте 14 тысяч тонн шерсти. Первое место в России? Первое место по России по шерсти. Первое место мы занимаем по овошам. 1 миллион 500 тысяч овошей у нас. Второе место мы занимаем по винограду. Значит, рис, овощи, плоды, виноград, мясо, мясо птицы, мясо баранина. По мясу какая картина? Мелкотоварное производство, которое находится в ЛПХ, они на учете не стоят. Частные у нас задача охватить лично подсобные хозяйства. Крупный рогатый миллион двести. При советской власти было восемьсот девяносто. А сейчас миллион двести. Миллион двести. Двенадцать тысяч лошадей. Какие цены на алхитинцев сегодня? За сто двадцать тысяч рублей. А в девяностые годы алхитинцев тоже под нож пустили. Развал Советского Союза, я бы сказал, ни одна отрасль не работала. Это один из проектов, который фактически был начат в 2014 году. И вы увидите за короткий период мы уже вводим в эксплуатацию это предприятие Мараби. Сейчас здесь выпускается две с половиной тысячи квадратных метров. Перспективы более шести тысяч квадратных метров. Очень качественная продукция, очень качественная работа во главе с нашим другом из Италии Марсо Малавентуру. По-дагестански это означает Большой Магомед. За эти годы я вам открою одну тайну. Это не я посчитал. Это подсчитал Владимир Владимирович Путин. Разные структуры 48 раз выходили с криком увольте Абдулатипова. Как спрашивал Путин. Вот же цифры. Одних только мест в детских садиках за 4 года последних создано 29 тысяч. В 2013 году не было ни одной высокотехничной операции в Дагестане проведено. В 2016 их более трех тысяч. Я тебе могу сказать другое совершенно невероятное. Дагестан занимает первое место в темпах развития по России. 39 новых школ. Суммарная мощность 10 тысяч 735. Я могу тебе сказать что я 53 не будем торопиться 53 объекта дошкольного образования на 7 тысяч 235 мест детские сады 9 колледжи мы об этом будем говорить во второй серии фильмов. Я хочу назвать вторую серию своего фильма о сегодняшнем Дагестане и об Абдулатипове. Вторая серия фильма будет называться Поднятая целина. Как? Поднятая целина. Поднятая целина. Прекрасно. В полном смысле слова. Поднятая. Абсолютно соответствие действительности. Два дня у меня была тошнота от того что я выделил в интернете потому что моя позиция та которая есть в этом фильме. Я сделал анализ что было сделано последние 20 лет в республике Дагестан в области строительства дорог. Самый успешный год был 2008 год и в 2008 году был уложен асфальт 101 тысяч тонн. Мы в 15 году уложили 220 тысяч тонн асфальта а в 16 году 260 тысяч тонн асфальта. Дагестанские сады сегодня я вам скажу три месяца только этого года 485 гектаров из них 300 гектаров интенсивные сады яблони, груши, слива, персик, абрикос, черешня. У нас развитие виноградарства хорошо пошло в последнее время. Мы сажаем ежегодно 2000 гектаров виноградника. спаси бог, чтобы этот фильм немедленно, немедленно не появился на экране. Это важнее для Дагестана, а для России. Вы не ожидали от Рамазана Абдул Атипова, зная всю его жизнь, что он вот так жестко будет проводить порядок? Ожидал. Что он приехал туда работать прежде всего? Это его родина. Вернуть ей величие. Хоть одна цифра в интернете есть о реальных успехах? В интернете? Дагестана, да. В интернете говорится о том, что сейчас Дагестан гибнет. самый успешный год в два раза меньше, каждый год после прихода Абдул Атипова. Я вовлек туда инвесторов с хорошо оснащенной техникой. Инвесторы там поставили асфальтобетонный завод и группу Сума. Есть такое простое слово производительность. Чтобы добиться высокой производительности нужна высококачественная техника. Техника это носитель технологий. Поэтому все что есть сегодня у нас в стране самое передовое работает Дагестан. 76% мы зависимы были. От бюджета страны. Да. А сегодня мы 57%. 6 миллиардов дополнительных налогов за этот период увеличили. По году. Налогов и поступлений. Это сильные прорывы. Но все прибыльно. У убыточного сельского хозяйства ничего нет. Все прибыльно. Абсолютно. Рамазан Гаджимурадович поставил такую задачу с первого года, что мы должны выходить десятку лучших автодоров страны. В среднем стране построено 21 километра дороги. По году, да? На душу населения. Мы построили в Дагестане 71 километра. Разница три раза. В среднем стране областях построено 238 погонных метров моста. Мы построили 585 погонных метров моста. Более чем два раза. В среднем стране отремонтировали 123 километра дороги. мы отремонтировали 238 километров. Эти показатели с доклада руководителя Ассоциации Территориальных Дорог в Москве 3 марта. У нас вот такие показатели. Самая большая прибыль это виноград, это рыс. Рыс очень хорошее прибыльное производство. Парники, которые строят, окупаются через год. То есть вкладывать деньги в сельское хозяйство Дагестана инвесторам выгодно. Наше хозяйство 479 гектаров виноградников. Хозяйство прибыльное, одно из лучших можно сказать в республике. То есть в виноград можно и нужно вкладывать деньги? В обязательном порядке. Окупаемый через сколько лет? Через два года. Круглый год мы не могли обеспечивать себя овощами. Никогда не было такого. Все было привозное. А сейчас? К нам никто не возит, мы возим. Мы уже редиску реализовали в конце марта. Продали все. У нас сейчас сбор идет капусты майской. У нас есть южные районы, которые 2-3 урожая получают. Но все-таки инвесторы, частники вкладывают деньги? В основном частники. Пошел бизнес сельское хозяйство? Бизнес пошел. И крупный бизнес? И крупные проекты сейчас начали реализовывать. Есть многие сейчас зарубежные страны тоже приходят. Зарубежные инвестиции пошли? Иранцы приезжали несколько раз, сейчас они переговаривают. рисовый завод построил турки, израильтяне построили завод по переработке шкур. КРС, МРС, все шкуры. И реализовываются, они сами и забирают. Там рынок сбыта не надо искать здесь. А это была проблема. Шкуры никто не брал. Раньше тоже субсидировали нас, но не настолько. А вот сейчас на закладку виноградников дают и на установку шпаляр. Это главное? Да. Это как подарок за желание работать, выращивать виноград. И вы не возвращаете эти деньги? Да никто не возвращает. Субсидирование это... И все равно прибыль для республики? Прибыльно. И для республики, и занятость населения тоже. На виноградниках такое количество людей работает. Селок только сельским хозяйством можно заниматься. Скажите, Бурли, а если весь Дагестан будет заниматься только лишь сельским хозяйством? Вся земля имею в виду. Вся республиканская земля земли? От самого ресурса земля? В последние годы, вот за 3-4 года, очень много земель вступило в обороты. А прежде брошенные были? Даже люди вот в горы возвращаются, потому что там выгодно держать скотоводство. Слушайте, земля может кормить нашу страну, всю страну, не только Дагестан, да? Земля может кормить Россию, как нефть и газ. При рачительном хозяине, если будет работать земля, Дагестан, не только Дагестан будет кормить, своей продукции может почти Россию кормить. Слушайте, а если вот такие темпы сохранятся, что будет через 5 лет? Еще больше заинтересованность, я думаю, пойдет, потому что все будут знать, что вкладывать в сельское хозяйство, оно выгодно. смешиву у новых ! ! ! Субтитры создавал DimaTorzok